Евгения Полюдова, Петропавловск-Камчатский Сейчас арт-рынок несколько штормит. Многие зарубежные онлайн-галереи отказываются работать с русскими художниками. Приобретение картин для людей в сегодняшних реалиях – не первостепенная потребность. Как выживать художнику сегодня? Есть ли смысл, на ваш взгляд, держать цены на свои работы и ждать своего покупателя? Или стоит подстраиваться под рынок и опускать цены на картины? Каждый сам решает, Евгения. Мне один коллекционер сказал, что я тоже задал ему вопрос. Это было уже несколько лет назад, когда тоже был провал в покупках картин. Он сказал, кто покупал, тот и продолжает покупать, не беспокойся об этом. А другой коллекционер, из Америки, он сказал, ну а когда жить-то? То есть, все равно они покупают, когда жить-то? То есть, ему хочется купить или для него это бизнес, не так важно. Ну, Россию ждут тяжелые, уже тяжелые времена, и будет еще хуже. Поэтому нужно как-то трезво смотреть вперед и, возможно, какой-то находить другой способ поддержки штанов и пропитания. Картины, живопись всегда не первостепенная для покупателей позиция. Первое – это выживание. И художникам всегда трудно. Давайте признаемся честно. Сейчас большой спрос на курсы живописи, продолжает Евгения. Вот все хотят самовыражаться, это здорово. Я только приветствую, живопись лечит, восстанавливает внутренний баланс. Появилось много курсов, обучающих, как потом быть востребованным художником, как правильно следовать трендам, какие концепции вкладывать. И вот начинающие художники, недавно взявшиеся за кисть, уже идут следовать трендам. На выходе видим неумелые композиции, толком без понимания базы в рисунке живописи, но зато с идеей в основе, которые заполнили просторы интернета и перебираются в галереи. Я не против, пожалуйста. Ну и пусть, конечно, пусть делают, что хотят. Пусть рынок рассудит, время рассудит, кто прав. Но ведь даже появилось уже ругательное слово – литературщина. Ну, оно и было, и есть, и будет, наверное. Которое подразумевает под собой пресловутые пейзажи натюрморта без идей и концепций, которые якобы устарели и никому уже не нужны. И вот смотришь на это и понимаешь, что попорные основы, несемся в какую-то бездну с этим новым, в кавычках, искусством. Просто мастерски сделанная красивая живопись уже никому не нужна. Как вы к этому относитесь, Вячеслав? Ну, так устроена жизнь. Есть яблоко, есть игруша, есть клубника. Клубнику люблю. Ну, разные просто фрукты растут в огородике. Совершенно разные. Есть еще навоз, есть удобрения. И даже навоз востребован. Понимаете? Туда толпами приползают всякие жучки, червячки и мухи. И на всех на них падает свет. То есть лучи солнца освещают все и питают, заметьте. И от навоза хорошо и клубники, кстати, и всяческим другим культурам, которые едят там другие существа. Ну, более разумные, что ли, чем черви. Так что, Евгения, не беспокойтесь о них. Лучше думать о себе. Духовность, как один человек разумный сказал, начинается с того момента, когда ты всех других предоставляешь самим себе. Не вмешиваешься. Заботишься только о своем развитии, о том, что ты делаешь. О том, как ты относишься к другому человеку. Любишь ли, ненавидишь ли. Или просто так, индифферентно. Сейчас вообще такая турбулентность, такое время, когда все мы, абсолютно все, проходим экзамен. Умные люди говорят, что клетка, например, если она среди клеток считает, что она отдельная и как-то не принадлежит другим, то она становится раковой. То есть что значит не принадлежит? Не в союзе, не в любви с другими клетками. Читай, людьми. Поэтому, мне кажется, наша задача – выстраивать горизонтальные связи, помогать, кому мы можем помочь, любить. Если не получается, или мы выбираем ненависть, злобу, то Вселенной это не нужно. Она избавится от тех, кто ненавидит. Просто мастерски сделанная красивая живопись уже никому не нужна. Нужна. На каждый искренне мастерски сделанный хост найдется покупатель. Если вы сделали его действительно волшебно, если вы сами довольны, тащитесь от того, как все это получилось, нужно, несмотря ни на что, верить в силу, пробивающую силу искусства, произведений, которые вы делаете. Делайте по-настоящему, мастерски. Делайте делать, делать много и показывать. Ничего, прорвемся, переживем и это. Весь этот замес, как я себе представляю, испытание, насколько мы любим Творца и Его творение. И если мы любим что-то больше, чем Творца, Он это заберет. Тем самым, давая лишний раз понять, ты вообще за что зацепился-то? За меня или за вот эту какую-то там чего-то вещь? Человека, состояние, свое состояние. Это тоже зацепка. Все будет беспощадно отобрано. Марс G-Мьюзик. Я не хочу нетленки. Я хочу научиться писать свое. Научиться работать без вдохновения. Мне вдохновение мешает работать космически спокойно. Мешает набирать мастерство. Я мастером просто хочу стать. Без нетленок. Просто мастерски передавать свое видение мира. И все. Ну и хорошо. Передавайте себе без вдохновения, если это вас успокаивает из покоя. Это высшее о том, о чем вы пишете. Да, в этом состоянии покоя нет никакого вдохновения. Есть просто разливанное море, океан любви, радости. Но это же тоже можно назвать вдохновением. Все слова такие условные. Если ты любишь, например, ну да, где тут вдохновение? Любовь покрывает это все. Она больше, чем вдохновение. Я об этом говорю. Мне кажется, мы на одном языке с вами говорим. Марс G-Мьюзик. Александр Творец. Глядя на ваши произведения, мне спустя годы стал ближе и понятнее импрессионизм. И то, чего так упорно добивался от нас преподаватель живописи. Я был в пору учебы убежденным реалистом. Самое отрадное для художника, на мой взгляд, это желание коллег, художников, приобрести его произведение. Но это правда. Это правда. Это когда коллеги уважают и просто делают знак вот такое, глядя на твои работы, или напишут какой-нибудь лайк. Это есть понимание того, что ты идешь правильным путем. И это, пожалуй, очень-очень приятная штука. Что касается импрессионизма. Но это нормально, что, Александр, вы почувствовали, что реалистически передать мотив. Ну, трудно, но можно достичь такого мастерства, правда. И таких много художников, которые прям фотографично, реалистично, все там, не к чему придраться. А написать свое отношение, свое ощущение, такое впечатление, это несколько другой, на мой взгляд, более высший этап. Следующая ступенька, когда ты не просто слова произносишь в какой-то последовательности, ну, как сейчас, да? А, например, поэзия возникает. Или из тишины каких-то звуков возникает мелодия. Это же что-то такое импрессионистическое, это же впечатление, это же что-то рожденное, новое, новое творение, уникальное, этого не было еще. В этом смысле у поэзии есть мелодия, стихотворение, у живописи есть звучание, мелодия. Поэтому мне очень близка какая-то вот метафоричность, ну, такое соотнесение живописи и музыки, может быть, даже джаза, потому что там импровизация. Потому что музыканты все время одну и ту же тему по-новому разрабатывают, в этом-то они кайф получают. Поэтому бесконечная такая может джазовая игра быть. Каждый друг на друга смотрит в музыке и ждут, когда кто-то что-то выкинет. Но новое, это такое соревнование, которое всех поднимает еще на какую-то новую ступень. Это бесконечно длится. Так и в живописи. Я бы хотела. Не боится. Не боится. Не боится. Парень, завезу. Видит в конечный режим. Ну, сейчас видишь, что-то нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вот ты за... Ноги набил я, кстати. Ноги устают. Здесь? Здесь все время. С утра до ночи. В онлайн-школе живописи 10-процентная скидка. Заходите. Анонс для примера. Каждый художник по-своему видит мир и пытается на холсте показать свои ощущения, свое видение. Своё – это значит сделать не так. Чуть-чуть не так. Фотограф для этого применяет различные фильтры, фокусировки, а художник должен это написать. И вот этот урок, 39-й, старый Гурзуф, из этой серии. Вот чуть-чуть не так. Чуть-чуть со странностью. С некоторой бесшабашностью. Это поиск выразительности. Урок о поиске выразительности, которая рождается в момент написания. Ты еще не знаешь, как это будет. Она рождается из удивления. По сути, в прямом эфире. Я ищу, как мне решить дерево. Как мне решить небо. Я пробую разные решения. Художник нацелен на нее. Произойдет это или не произойдет, неизвестно. И если это происходит, художник очень удовлетворен. Посмотрите этот урок. Он будет крайне полезным, на мой взгляд, для тех, кто неравнодушен к живописи, для тех, кто удивляется миру, удивляется природе, ее красоте. И готов проявить, вытащить из себя некие неожиданные решения, показать ощущения. 39-й урок. Старый Гурзуф. Старый Гурзуф. И я вам говорю, audית? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok